Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Этой весной мы провели ужасно много времени, рассказывая о вирусах и о том, как они распространяются. Один человек заражает другого, тот заражает третьего, который затем контактирует с большей группой людей и заражает еще 20 человек. Вы знаете, как это работает. Все экспоненциально. Довольно скоро люди, находящиеся за тысячи миль от источника, начинают болеть. Теперь мы знаем, что безумие распространяется точно так же. Один ненормальный может передать это опасное заболевание миллионам других людей с помощью одного только появления на MSNBC или длинного трэда в Твиттере. Истерия — самая заразная болезнь, известная человечеству, и сейчас мы переживаем ее пандемию. На выходных, во время Дня Поминовения, Джордж Флойд умер после задержания полиции в Миннеаполисе. Именно там и началась эта вспышка истерии. Первые случаи заболевания проявились чуть более месяца назад. А вот как эта пандемия выглядит сейчас. В четверг, незадолго до полуночи, протестующие начали снос памятника, воздвигнутого в честь Христофора Колумба в городском центральном парке Денвера. На место прибыли бригады и начали уничтожать останки статуи. Один из активистов забрался на статую и начал красить ее лицо и руки красной краской, которая, должно быть, символизировала кровь. В то же время другие протестующие написали на нем краской Джордж Флойд, аббревиатуру BLM, а также нанесли коммунистическую символику. И вот только что они снесли памятник Христофору Колумбу. Эта статуя стояла здесь с 1931 года. То есть, если перевести то, что вы только что видели на медицинский язык эпидемиологии, то получится «Батюшки Светы! Безумие какое!» Какое отношение Христофор Колумб имеет к Джорджу Флойду? Христофор Колумб не работал в полиции Миннеаполиса. Христофор Колумб был итальянским мореплавателем, который умер более 500 лет назад. Колумб, скорее всего, о Джорджа Флойде и не слыхал. И уж точно лично его он не обижал. Так почему люди набросились на памятник Колумбу? Кто знает? И задавать вопросы на этот счет определенно нельзя. Вопросы во время пандемии и истерии запрещены. Судя по всему, любые логические суждения значительно усугубляют симптомы. Может казаться, что пациент уже пошел на поправку, почти обрел способность к членораздельной речи и иногда самостоятельно моется. Но затем один единственный прямой вопрос срывает ему резьбу, исследует рецидив скандирования лозунгов, распыление анархических граффити и многочасовой злобной графомании в Твиттер. Болезнь снова здесь. Лучше ничего не говорить. Именно так выглядит политика конференции сенаторов-республиканцев в Конгрессе. Сенаторы-республиканцы решили ни в коем случае не тревожить пациентов, даже если они беснуются по всей стране, уничтожая нашу историю и культуру. Легче дать им то, чего они хотят. Рон Джонсон от Висконсина и Джеймс Лэнгфорд от Оклахомы. Оба они сенаторы-республиканцы. Сегодня они представили законопроект об упразднении Дня Колумба. Они хотят вычеркнуть его из национального календаря, заменив его на День отмены рабства. Это большое изменение. Американцы праздновали День Колумба столько, сколько существует наша страна. День Колумба — это день чествования самой страны, поэтому его и называют национальным праздником. День отмены рабства — куда более новый праздник. Три недели назад о нем вообще мало кто слышал. О нем запамятовали, судя по всему, даже СМИ. С 2012 по 2017 год СНН не сообщал в эфире о Дне отмены рабства ни разу. Барак Обама, бывший президент, не написал об этом в Твиттер ни разу на протяжении всего своего срока пребывания в должности. Ни разу. В День отмены рабства отмечается освобождение рабов. Их эмансипация — это один из великих моментов американской истории. По этой причине мы считаем Авраама Линкольна героем. Но как это не парадоксально, и это странно, люди, которые проталкивают День отмены рабства, героям Авраама Линкольна не считают. Напротив, они сносят ему памятники наравне с Колумбом. Запутались? Такова суть эпидемии истерии. Логика мертва. Вполне возможно, что сенатор Джеймс Лэнгфорд тоже запутался, учитывая, что он называет себя консерватором. На каком-то уровне им может прийти в голову мысль, что весь сырбор вокруг Дня Колумба и Дня отмены рабства не имеет особого отношения ни к эмансипации, ни к гражданским правам. Скорее всего, это лишь очередной способ унизить и деморализовать Америку. На каком-то уровне они это понимают, но предпочитают об этом не задумываться. Легче повиноваться приказам больных истерии, если, конечно, их проделки не обнаружат их электорат. Пару недель назад сенатор Майк Браун от Индианы поддержал законопроект, призванный покарать полицию, как раз в то время, когда страна столкнулась с волной мародерства, поджогов и беспорядков. Затем Браун публично выступил в защиту радикального движения Black Lives Matter за расовый сепаратизм. Сначала, судя по всему, республиканские избиратели Брауна не просекли, что он стоит за всем этим. Но когда поняли, то пришли в бешенство и дали ему это понять. И громко. Теперь Майк Браун бежит от своего собственного законопроекта. Если бы он баллотировался в этом году, он бы проиграл. Сенаторы Лэнгфорд и Джонсон молятся, чтобы такого же не произошло и с ними. Они надеются тихо похоронить День Колумба, а затем перейти к следующему пункту из списка требований погромщиков. Удастся ли им это? Все зависит от того, дадите ли вы им понять, что вы заметили, что они пытаются отменить День Колумба. Если вы промолчите, то кто знает, что Лэнгфорд и Джонсон учинят в будущем? Буквально на днях, например, газета Нью-Йорк Таймс опубликовала статью, в которой предлагала снести статуи Джорджа Вашингтона и стереть из общей памяти основателя нашей страны. В среду газета объявила, что мы должны рассмотреть возможность закрытия горы Рашмар, конечно же, из-за расизма. Сенаторы Джонсон и Лэнгфорд еще не одобрили эти идеи, однако при таких темпах они могут уже скоро это сделать. Итак, вопрос в том, каких еще актов радикализма и культурного осквернения можно ожидать от внезапно пробудившихся сенаторов-республиканцев. Хорошие вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok